Дорогие друзья, мы начинаем 151-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». И в предыдущей, 150-й, мы разбирали очень важную для меня идёт картину, опус 39 номер 7, доминор, медленную. Вообще ведь мы, когда слово «этюд» слышим, то мы уже привыкли, что это будет что-то быстрое и виртуозное, хотя у Шопена есть несколько медленных этюдов, но у Черни это всегда была виртуозная пьеса, у Скрябина тоже есть несколько медленных, но на 24 этюда у Шопена там, не знаю, 3-4 медленных, может быть, я ошибся, 5, а 20 или 19 быстрых. И вот тут тоже на 9 этюдов из 39-го опыта два медленных, второй и седьмой. И помните, вот первый медленный этюд для минорной «Море и чайки». Вот, он как бы такой вот мертвенный, и здесь опять медленный темп, то есть два медленных темпа, которые как бы вот эту побочную сферу. Да, жизнь течёт, да, жизнь страшная, жизнь вот перед революцией – это первый доминорный. Это третий. Вот, вот эта революция, музыка – революция. Это. Вот. Эти все начала, они все страшные. Представляете, как это всё в феврале 1917 года, как это Рахмаринов на премьере играл в зале дворян. Сказали, что это было вообще? И вот эти вот два таких вот медленных этюда, они, конечно, как какие-то мрачные такие фрески вставали. Особенно этот, седьмой. Скрябина уже не было, но я повторяю ещё раз, что знакомство Рахмаринова с музыкой Скрябина, он играл очень, о, паук ползёт. Как интересно, по роялю ползёт, ползёт паук. Что означает то, что, когда я играю, идёт картину, опус 39 номер 8, ползёт паук с восемью ногами. Вот он вышел на аванс-сцену, наш паук. Кого-то почувствовал, что его снимают. И вот эти кварты, они же были в десятой сонате Скрябина. Помните, мы разбирали там тоже. Вот здесь тоже, как бы, я называл десятую сонату «окитежованная ховальщина». Так немножко иронически. Но связь с эсхатологическими операми римского Корсакова, Мусоргского, безусловно, здесь есть. У Скрябина и Рахмарина в этих произведениях гениальных. И, конечно, этот этюд-картина опус 39 номер 7 играет ту же роль, что и похоронный марш 7-муль-минор. Бемольные сонаты, что и канопа в «Прелюдиях Дебюсси». Это некая автоэпитафия, некие похороны художникам самого себя и одновременно мира, и одновременно вот, как бы, вот музыки. Это всё равно искусство романтизма размышляет о конце света. Всё равно тема смерти и любви для романтизма остаётся главной. Ну вот, смотрите. Блок. Художник. Что такое искусство? Блок объясняет нам, откуда берутся стихи, что любое стихотворение – это смерть. Есть в напевах твоих сокровенных роковая о гибели весть, да, музе. А вот художник. В жаркое лето ли, в зиму метельную, в дни ваших свадеб, торжеств, похорон, жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную лёгкий, доселе неслышанный звон. Вот он возник. И с холодным вниманием жду, чтоб понять, закрепить и убить. И перед зорким моим ожиданием тянет он еле приметную нить. С моря ли вихрь? Или сирены райские в листьях поют? Или время стоит? Или осыпали яблони майские снежный свой цвет? Или ангел летит? Длятся часы, мировое несущие. Ширится время, движение и свет. Прошлое страстно глядится в грядущее. Нет настоящего, жалкого нет. И, наконец, у предела начатия новой души, неизведанных сил, душу сражает, как громом проклятие. Творческий разум осилил, убил. И замыкаю я в клетку холодную, легкую, добрую, птицу свободную, птицу, летевшую смерть унести, птицу, хотевшую счастье спасти. Вот она, птица, когда-то веселая, обруч качает, поет на окне. Крылья подрезаны, песни заучены. Любите вы под окном постоять? Песни вам нравятся. Я же, измученный, нового жду и скучаю опять. Вот это стихотворение Блока, художник, написанное в 1913 году, 12 декабря. Почему-то все очень важно. Вот эти все 12, 13, все эти числа. Оно как бы говорит о смысле искусства как в творческом акте, связанном со смертью. Человек, сочиняя произведения искусства, стихотворения, поэму, картину, человек убивает что-то, что на небе живет. И он убивает этот дух и замыкает его в клетку вот этих вот материальных каких-то, материальных звуков, красок, слов. Мы об этом говорили. Помните, когда-то в начале нашего курса я советовал вам, я, по-моему, не читал целиком это стихотворение Алексея Николаевича Толстого. Алексея Константиновича, простите, Толстого. «Тщетно ты мне, о художник, что творение твоих ты создатель». Вот это стихотворение очень близко Блоковскому, потому что оно говорит о смысле творчества и о реальности вот этого творческого мира, творческих объектов, которые там в этом духовном мире носятся. Это примерно как апостол Павел «Видеть невидимое». Вот и Блок, и Толстой, они в этих своих гениальных стихотворениях пытаются увидеть невидимое. И то же самое Рахманинов в этюдах, картинах. И вот он похоронил, мир завершен, но дорога воржи. Друзья, дорога воржи. И вот посмотрите, картина, странник, рожь очень высокая, высокий злак, почти до плеча, человек уходит куда-то вдаль. Опять тема прощания, странник, котомка, палка. И помните, вот связь третьего, четвертого и седьмого, восьмого. Помните, там было а здесь тот же ритм. Вот в этом, так сказать, побочная сфера, но здесь ре. Опять вот эта рахманиновская тональность ре минор. И печальная, уходящая жизнь продолжается, все уходит. И Лев Николаевич Наумов говорил, говорил, я больше всего на свете люблю этот, и тетя картину, но никто никогда его не играет так, как мне хочется. И когда он это сказал, я просто выспылал от радости, потому что я больше всего любил и люблю эту картину и никогда не мог сам его сыграть так, как мне хочется. Правда, есть такой пианист Шелли, английский пианист, примерно 50-го года рождения. Он играет всего Рахманинова, записал 25 лет уже всего Рахманинова. Очень неплохо. Не все у него, так сказать, одинаково убедительно, но его любовь к Рахманинову, Ховард Шелли, тоже Леопольд Дмитриевич открыл. Я приезжал в Германию и скупал всего Рахманинова для него. Как-то я купил все романсы, где он аккомпанирует четырем певцам все аккомпанементы всех романсов. Леопольд Дмитриевич прослушал раз сто, наверное, этот диск, а посмотрел там еще Шелли. Обратил внимание на аккомпаниатора. Я смотрю, оказывается, лежит весь Рахманинов в восемь дисков, играет Шелли. Он тоже двести раз послушал, сказал, купи мне второй экземпляр, я боюсь, что он там уже попортится. Потом все концерты. И двух рояльных Рахманинов у него жена, пианистка Макнамара японская. И в общем любопытно, что англичанин так понял нашего Рахманинова. Опять же, вот с этой картиной у меня теперь дорога в Оржиме советовала, у меня теперь этот реминорный этюд картины связан. И опять какие-то колокольчики уходят куда-то в глубину. вот. вот. И это первый этюд картин из двух этюдов картин, которые составляют последнюю пару. Напомню вам, пятый этюд картины – это одинокая мелодия грандиожная. Вторая мелодия тоже в ми-бемоль-миноре. Это в седьмом этюде картины. Потом идет пара шестой и седьмой «Красная шапочка» и «Панихида». Вот. Или «Самосложение раскольников», уж не знаю, как его называть. Вот. И после вот этой панихиды, после этого траурного конца света, ведь и Шопен пишет, да, финал бомольной сонаты, и у Дебюсси вот это вот чередующейся терции. Помните, что идет у Шопена после прелюдия до минор? А паук ползет налево. Ха-ха-ха. И у него уже опять восемь ног. Хотя я уже занимаюсь девятым этюдом картины. Вот. Но я еще все-таки восьмым занимаюсь. Вот смотрите. Там идет двадцать первая прелюдия. Вот. И Шопен нам и в сонате второй, и в прелюдиях говорит о том, что мир на смерти, мир не заканчивается. И даже когда весь наш грандиозный мир погибнет, будет Новый Иерусалим, будет царство любви, где будет везде Бог царствовать. Не расстраивайтесь, друзья. Говорят нам Шопен в прелюдиях во второй сонате, говорит нам Дебюси в прелюдиях, говорит нам Рахмалинов вот здесь. Россия будет жить. И у Шопена нет после финала бомольной сонаты больше ничего. А у Дебюси еще фейерверк есть. То же самое уже у Шисаковича в 87-м опыте. Мы потом посмотрим с вами, когда будем разбирать прелюдии и фуги в 87-м. Там та же абсолютная идея. И что есть нечто после конца света, но оно не только как у Шопена, какое-то такое неопределенно ускользающее, как будто мир как сворачивающийся свиток исчезает. Радость! Фейерверк Дебюси, бедурная прелюдия Фуга Фистаковича. А здесь ре-мажор Рахманинов, девятая идет картина. Дебюси И вот смотрите, колокола. Еще и еще и еще раз. Колокола. Каждый аккорд Рахманова – это колокола. Раз, два, три, четыре. И вдруг три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот здесь очень любопытный момент. Мне хочется обратить внимание на то, что в первые два такта на четыре четверти, а третий такт – три четверти. И Рахманов здесь ставит смену размера. Что же в этом удивительного-то, друзья? А удивительное в этом то, что больше нигде в своем творчестве или почти нигде Рахманов не обозначает смену размера цифрами. Надо угадывать. И в этой пьесе, вот в других местах, например, вот видите, скажем, вот такт на две четверти, а нету здесь двух четвертей. Опять четыре четверти. Не поставлены четыре четверти. Здесь две, не стоит две четверти. Почему же он только в одном месте поставил три четверти? Ответ. Если бы три четверти не стояло, пианисты бы играли на шесть восьмых. То есть раз, два, три, раз и два, и три, и четыре, раз и два, и три, и четыре, раз, два, три. Шесть восьмых – размер, который делится на две тройки. А три четверти, размер, который делится на три двойки. Поэтому Рахманов говорит, надо играть так. Это же гораздо более по-колокольному звучит. И очень любопытна одна еще тоже вещь. Как-то я искал у Рахманова оттенок мецопиано. Нет у него мецопиано. После пиано сразу мецофорта. Он крупно мыслит. И я, тщетно проискав мецопиано, вдруг сообразил, что еще нет мецопиано у Чайковского, Петра Ильича. Петр Ильич, и это Рахманов взял у Петра Ильича, Петр Ильич мецопиано вообще не употребляет. Он, когда хочет от пиано сделать хрещендо, он ставит пиано, а потом он ставит пиуфорта. И когда я в детстве играл в Чайковском, меня это пиуфорта очень смущало. Я считал, что надо играть громко, после тихого громко, а потом мецофорта. А потом не очень громко. Пиуфорта – это более громко, чем пиано. То есть это мецопиано. Почему он так не любил мецопиано? За его теплоохладность какую-то такую, может быть, не знаю. Но и он, и Рахманов не применяют, или почти не применяют. Сочинение Чайковского много редактировали. Может, там какой-нибудь редактор вставил мецопиано где-то. Но это любопытный такой факт, момент. Здесь ре-мажор. Единственное мажорное сочинение в этом опусе. Ре-мажорное. Опять ре. Опять колокола. Мне кажется, что это воскресенье. Как в картинках с выставки Моцарского. Все мрачно. И все эти страшные сцены. Там Баба-Яга, там с мертвыми на мертвом языке. В сущности, лимовский рынок тоже страшный. Мы говорили об этом. И цыплята эти с коготками их адскими. Это как бы картины ада. И вдруг богатырские ворота. Связь богатырских ворот с седьмым. Мы только что проанализировали. Вот они, богатырские ворота Рахманинова. Вот он выход. И когда мне... Ну, вот письмо Респиге. Это восточный марш. И что-то подобное у меня в мельмажорном ярмарке, пишет Рахманинов. Сходный по характеру с ярмаркой. Ярмарка, восточный марш. И вот у меня там возник такой образ. Храм Василия Блаженного. Как у Мусорского в конце опуса возникают богатырские ворота, архитектурный проект Гартмана, так и здесь, конечно же, может быть, бессознательно, Рахманинов самое великое, самое удивительное русское архитектурное творение берет для конца своего опуса. Храм Василия Блаженного. Собор Покрова Святой Богородицы на рву. Вот. И он говорит, видимо, о том, что здесь Россия выживет, Россия воскреснет. Опять рыночная площадь, какой была в то время Красная площадь. На ней были какие-то цирковые артисты. Вот здесь тоже какие-то антрошавы делают. Какие-то кувыркающиеся, как будто бы, колокола. Как часто меняются гармонии. На каждую восьмушку своя гармония. Посмотрите на эти купола. Их девять, как минимум. И каждый купол в каком-то многоцветье. И Бунин говорил, что храм Василия Блаженного с его восточным характером. А почему восточный? Мы о Востоке постоянно говорим. Восток – это иной мир. Взять молодым Иваном Грожным в Казани девять куполов. Девять битв, в каждой из которых какой-то святой празднуется память святого. И вот в честь этих девяти святых эти девять престолов в храме и освящены. И вот некий символ победы Руси над… Победы, скажем так, добра над злом. Не будем там кого над кем. Победы добра над злом. Потому что тут как бы Казань не была виновата, что Иван Грожный ее захватил. Это как бы, так сказать, такая данность какая-то. Вот в любом случае мы знаем эту историю. И в самом любом случае здесь дело совсем даже и не в политике. Потому что церковь вне политики. И когда Иван Грожный заказал вот этому барме постнику или двум людям, одного звали барму, другого постник, мы точно не знаем. Когда он заказал написать, создать храм, более великого, которому нет на Руси, они создали этот храм. Конечно, они сделали все, как он хотел. Потому что царь связан с политикой. Но они-то думали не о политике. У меня вот тоже личное такое переживание было в моей жизни. Я привык, что этот храм был на реставрации, что он был закрыт. Потом я был в Германии. Там соленые огурцы в магазине продавали. Я прихожу. Немцы очень любят соленые огурцы с сахаром, с сахарином. А я не люблю. Мне хочется, чтобы соль и уксус. И вот я ищу, ищу, смотрю, такие огурцы. И храм Василия Блаженного на этикетке. И написано по-немецки «Москвич огурец». Я думаю, надо купить. «Москвич» переводится как «московские огурцы». Они перевели как «Москвич». И написали русскими буквами, немецкими буквами русское слово. «Москвич огурец». Я купил несколько баночек. Мы с женой посмеялись. «Москвич огурец». Любой иностранец, когда он храм Василия Блаженного видит. А, Россия, Россия. Шуман пришел. Храм Василия Блаженного напоминает Шуману букет тюльпанов. Как это чудно и дивно. И вот я, значит, смотрю вдруг, открыт музей. Домой, думаю, зайду. Захожу. Вот мощи Василия Блаженного. Вот еще что-то там какие-то. А где же все вот это вот величие-то, а? Где вот все эти куполаты? Где они? И вдруг я ищу, ищу. И смотрю, лесенка слева. Такой какой-то совсем вообще тесный коридорчик. Вот я нагнулся. Ступеньки такие. Явно того времени, там, 16-15 века. Огромные ступеньки, каждая по полметра. Забираюсь. И прямо я вспомнил эту Моуди книгу. Жизнь после смерти, да? Или смерть после жизни. Жизнь после... Черный туннель. И вдруг я поднимаюсь, и там это, ух, на небо. Главный собор, главный купол. И я думаю, вот я в раю, вот я в Царстве Небесном. И все эти девять куполов, и переходы между ними, все в цветах. Понимаете, картина. Причем потом я узнал, что этот нижний храм, в который я вошел, где были мощи Василия Блаженного, и через час они, он потом пристроен. И уже, может быть, даже и не бармы, и не постникам. Как в поэме Кедрина Зодчий выколол им глаза Иван Грозный. А можете вы еще лучше храм построить? А они так испуганно говорят, можем. Так вот, чтобы не построили, давайте вам глаза выколем. И два этих нищих гения просят милостыню. У Кедрина гениальная поэма. Может быть, это и не было так. Ой, но могло быть вполне и так. И вот эта вот гениальная архитектура, как бы то ни было, кто бы это ни сделал, вот эта вот картина Царствия Небесного, воплощенная в архитектуре. Как бы такой архитектурный авангард с какого-то, 15-го, 16-го, я уж там не знаю точно, века. Меня это тогда глубочайше поразило. Как вот из нашего мира тесного, вот эти все небеса грандиозные, которые в галерее Нико открываются, с этим синим небом, это все примерно так вот по сравнению с Царством Небесным, как вот этот вот черный тоннель. Там это все гораздо более потрясающе. И вот они мне это показали, когда я вошел в этот гениальный храм. И до сих пор я регулярно стараюсь раз в год или в два или в три туда попасть, испытать вот это, повезти кого-нибудь, провести, пройти по этим девяти храмам, которые как-то так в каком-то неблаженном круге возникают. Мне кажется, что здесь у Рахманинова девять, девятый этюд картины. Что-то здесь в этом есть. И вот та самая панихида, вот она в средней части этого этюда картины вдруг и вспоминается. Опять ре, опять опевание вокруг ре. Играет музыка. В этой средней части как бы вот этот вот просветленный седьмой этюд картины. А потом юродивый, скерцанда. На этой площади. Как будто бы опять Мусоргский. Опять возникает что-то из опер Мусоргского. Колокола. И все это совершенно в потрясающем каком-то море радости, счастья, колоколов. Знаете, замечательно играет Овчинников Владимир Павлович. Все эти девять этюдов картин. Вот много хороших пианистов. И когда-то это играл я. Но послушайте, как это играет Овчинников. Послушайте его запись, сделанную в Лондоне. Много, не все, но Рихтер многие играют. Седьмую, девятую. И хочется как-то вот удивиться, что Рахмалинов в это самое сложное, трагическое время, сочиняя вот этот троймажорный этюд картину, знал, что придет радость на Русь. Придет счастье. Видимо, это музыка о сегодняшнем дне. Вот эта девятая этюд картина – это музыка о XXI веке. Музыка о том, что мы можем пойти на Красную площадь. Это счастье. Что мы можем зайти в этот храм. Что мы можем в любой другой храм зайти, помолиться, причаститься. И вот эта прекрасная радость, которая здесь, в этой музыке царит, за это мы должны поблагодарить великого гения русской музыки Сергея Васильевича Рахмалинова. Спасибо, дорогие друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова